Архетипы Таро Креатор Фатум Аркан и Ерофант Предназначение Я предназначение Я путеводная нить и хребет Во все сущее я закладываю путь и смысл Я необходимые уроки и конечный результат Я предначертание и неизбежный конец Я направляю и влеку Я возвращаю к истокам и внутренней сути Я всегда уникально и порождаю индивидуальность Я доминирующая идея Я логика существования всех форм, явлений, феноменов и процессов Я закладываю принципы целесообразности Я стратегия жизни Я главный критерий самореализации каждого человека Я связующая нить событий Я выравниваю ошибки и заблуждения Смотри на мир так, как смотрю на него я На каменном троне сидит Иерофант Он прямой посредник между Богом и людьми Перед Иерофантом стоят коленопреклоненные монахи В белом и черном одеянии Они ждут посвящения на путь Который для себя избрали За спиной Иерофанта бездна В руке он держит хрустальную сферу Иерофант выше добра и зла Он выше света и тьмы Так как все порождено Богом Он помогает увидеть пришедшим к нему людям Знаки на их пути Какими бы эти пути не были Иерофант не спорит с волей Бога о том Кому и какое предназначение стоит исполнить На то воля свыше Иерофант не указывает путь Он лишь помогает найти его Иерофант не священник и не служитель какого-то культа Он не служит какой-то одной идеей Иерофант открыт правде всего этого мира Чти право каждого человека на выбор своего пути И служение своим идеалам Лишь немощные духом следуют указаниям Что дают обуреваемые гордыни пастыри Платой за неразумие Является утрата человеком собственности на самого себя Без чего жизнь лишается смысла Хочешь помочь человеку и направить его на путь истинный Так помоги ему прочитать знаки на его пути Но пусть выводы делает сам И сам принимает решение Тебе же неведомы пути других людей Сколь мудрым ты бы не был Смысл и значение Аркана Иерофант Иерофант символизирует посредника Между человеком и Богом Он помогает каждому страждущему Обрести свой путь и свое предназначение Иерофанту ведомо Сколько судеб человеческих Столько и путей духа В каждом теле заложены особые способности и таланты И каждый человек уникален и неповторим Избравший путь духа Найдет себе благословение перед лицом Иерофанта Которому дана способность толковать священные писания Однако Иерофант не может видеть всех путей духа И потому он не указывает путь А лишь помогает истолковать знаки и знамения Указывающие на некоторые особенности пути Под толкованием священных текстов Подразумевается способность человека Видеть и понимать высокий смысл и значение в словах Знаках и событиях Иерофант вместе с каждым человеком Кто пришел к нему за помощью и благословением Ищет путь Которого раньше не знал и не ведал Каждая отдельно взятая судьба И каждый новый путь Для Иерофанта подобны новой книге священных текстов Некоторые главы которой Ему предстоит написать вместе с пришедшим к нему человеком И сугубо для пришедшего к нему человека Иерофант помогает человеку обрести себя истинного И познать свою неповторимую индивидуальность Для Иерофанта нет хорошего или плохого пути Ибо во всяком деле есть своя вера Своё служение и свой путь духа Который следует увидеть, понять и принять Иерофант исключительно и только Помогает каждому человеку обрести себя Каким бы он ни был В этом сила и высокий авторитет Иерофанта Также называемого верховным жрецом Только в непредсказуемом многообразии И неповторимости путей духа Иерофанту открываются тайны судеб человеческих И замысла свыше Мерзость для Иерофанта Соблазнять и принуждать разных людей К одному и тому же служению Бог каждого человека наделяет своим предназначением И именно своему предназначению И следует служить каждому человеку И каждому человеку предстоит найти свой путь И познать своё предназначение Тогда человек обретёт смысл жизни И наполнит её нужным для себя делом Человеку следует служить Богу в самом себе А не по навязанным наставлениям извне Иерофант, как наивысшую ценность и святыню Чтит в человеке его предназначение Видя в нём высокий промысел Функциональный принцип архетипа Преодоление на пути личной самореализации Повторяющихся ошибок и проблем С помощью внутренней трансформации И последующим переходом На принципиально новый уровень саморазвития Предназначение – это сумма кармических уроков Которые каждый человек должен пройти Ради расширения своего сознания И изменения отношения к жизни Проблемы иного рода решаются инструментально И не являются кармическими Архетип Иерофант нужен, когда человек Функционально не может справиться С повторяющимися проблемами И ему необходимо пройти Внутренние изменения Чтобы достичь максимума Своего саморазвития На пути судьбоносных целей и задач Качество человека с хорошо развитым И сбалансированным принципом архетипа Наличие высоких целей Которые человек ставит во главу своей жизни Обретение своего призвания И дело всей своей жизни Понимание смысла своей жизни Своего пути и своего предназначения Отношение к испытаниям Как к кармическим урокам Которые необходимо пройти Ярко выраженная индивидуальность Самобытность и независимость сознания Человек находит свою духовную миссию И строит свою судьбу сам Темная сторона Темная сторона чрезмерного И несбалансированного проявления архетипа Чрезмерная зацикленность на себе И своих проблемах Самолюбивое самоедство Слепая вера в судьбу За которой не стоит желание Прилагать усилия к достижениям Мания величия И чувство собственной избранности Не основанное на реальном деле Творческий эгоцентризм Доведенный до абсурда И навязчивого самолюбования Нежелание соотносить Свои псевдовысокие цели С реалиями этого мира Явная переоценка Значимости личных культов И своей веры Изотерическая неадекватность Проблема слабого проявления архетипа Отсутствие смысла жизни Нет ни пути, ни предназначения, ни призвания По жизни человек плывет Как дерьмо в проруби Без цели и без курса Зацикленность на житейских заботах И шкурных проблемах Жизнь вокруг холодильника Во главу жизненных ценностей Ставится материальное благополучие И плотские радости Внутренняя опустошенность Депрессивное хныканье И велотекущие мысли о суициде Циничное отношение ко всему Что связано с высокими целями И идеалами человеческого бытия Примеры действий Инициирующих и активизирующих Принцип архетипа Первое Повторяющиеся проблемы Необходимо оценивать Как кармические То есть как урок Данный свыше Который надо пройти И внутренне измениться Такого рода проблемы Не решаются никаким иным образом Ни знаний, ни навыков не хватит И за другой счет Тоже проехаться не получится Если что-то упрямо не получается Значит нужно менять Жизненный подход в целом Каждая такая проблема Стоит на пути предназначения А значит Судьбоносно неизбежно Важно отслеживать Проблемы данного рода Также На примере других людей Себя бывает трудно изменить И вообще увидеть в себе то Что нужно кардинально Трансформировать Но в итоге Значительно расширяется Сознание человека Изменяется его характер И мировоззрение Нужно предельно честно По отношению К самому себе Составить список Своих Ахиллесовых пят А именно Неразвитых качеств Из-за которых Все проблемы И случаются Этот список Станет личной Программой Самосовершенствования Третье Благодарить судьбу Даже за самые Жесткие Испытания И стараться Понять Какие Именно уроки За ними Стоят Собственно Понять суть Урока Равно Пройти его Или почти Пройти Какой-то Первый шаг Как правило Тоже Нужно сделать Ассоциативная Метафора Для оценки Степени И формы Проявления Архетипа Упражнение Ангел Рассматриваемого Человека Нужно Представить В образе Ниспосланного Свыше Ангела С каким-то Определенным Заданием На земле Таким Заданием Может стать Высокая Миссия Служение Какому-то Делу Познание Или передача Опыта Отчаянная Борьба За какие-то Идеалы И многое Другое В свою Очередь Ангел Может быть Как светлым Так и темным Его роль Может быть Идеалистической Или демонической На него На него Свыше Могут Возлагаться Большие Надежды Или он Может быть Ниспослан Вниз С целью Некоего Наказания Важно Увидеть Каким Будет Это Задание С какой Миссией Ангел Воплощается В образе Человека На земле В чем Суть Его Существования И что Он Должен Сделать Данный Образ Показывает Потребность Человека В поиске Своего Пути И предназначения И насколько Ответственная Миссия На него Возложена Жизненный Пример Популярность Профессии Психолога Набирает Обороты Все Больше Студентов Изучают Эту Дисциплину Чтобы Саморазвиваться И помогать Другим Людям Они Полны Надежд Что Окончив Институт И получив Знания Смогут Сделать Что-то Важное И значительное В жизни Других Людей Те Из Студентов Кто Берутся За Ремесло Психологического Консультирования И психотерапии Довольно Скоро Начинают Понимать Что Изменить Жизнь Другого Человека К лучшему Не просто Трудно А почти Невозможно Лекала Их Понимание Что Такое Правильный И психологически Здоровый Человек Не Срабатывают Оказывается Что Люди Крепко Держатся За Привычный Им Образ Жизни И Редко Когда Готовы Что-то Изменить В своей Жизни Уж Не говоря О том Чтобы Поменяться Самим Только Единицам Удаётся Подняться На уровень Профессионализма Когда Их Работа С клиентами Даёт По-настоящему Весомые Результаты В итоге Большой Опыт Работы С людьми Неизбежно Приводит К пониманию Что Не меньшую Работу Должен Провести Сам Над Собой Консультирующий Психолог Но Во-первых Чтобы Понять Как Люди Устроены И Насколько Они Разные И Во-вторых Чтобы Самому Психологу Делать Свою Работу На Результат А не Только Ради Гонорара Многие Специалисты Предпочитают Схемы И Методы Не Понимая Их Глубинную Суть И Механизм Работы Психики Мол Человек Ко Мне Пришел Я Сделал То Что По Схеме Нужно Было Сделать Мне Заплатили А Остальное Зависит От Самого Клиента От Его Личной Способности Двигаться Дальше И Так Далее В таком Случае Ответственность За Результат Возлагается На Метод А Психолог Умывает Руки Но Есть И Те Кто Берут Ответственность За Результат На Себя Не Прощая Себе Собственной Некомпетентности От Последних Со Временем Толку Во Много Раз Больше Именно Они Становятся Элитой Своей Профессии Здесь Следует Разделить Два Понятия Консультант И Эксперт Когда Приходят К Консультанту То Тот Делает Что Умеет Или Что Знает Он Не Прыгает Выше Головы И Если Порядочен То Чудес Ради Гонорара Не Обещает Эксперт Ж Не Имеет Права На Ошибку И В русле Своей Деятельности Должен Найти Ответ На Любой Сложности Вопрос И Решить Даже Самую Трудную Задачу Эксперты Зачастую Гораздо Скромнее Консультантов Так Как Профессиональное Достоинство И Самоуважение Для Них Имеет Большое Значение Проблемы С которыми Клиенты Как Правило Приходят К Психологам Можно Разделить На Основные Группы Первые Приходят Чтобы Задать Психологу Конкретные Вопросы Что Происходит И Что Мне По Этому Поводу Надо Знать В данном Случае От Психолога Требуется Обычная И Самая Простая Консультация В Таких Случаах Даже Хороший Студент Может Справиться Другие Приходят Чтобы Понять Что Им Делать В данной Ситуации И Как Решить Свою Проблему Более Менее Опытный Психолог Может Помочь И В этом Случае Если Конечно Проблема Относительно Типовая Третий Приходят Чтобы Заглушить Душевную Боль И Связанную С ней Депрессию После Утраты Личных Отношений Близкого Человека И Так Далее С Этой Задачей Справиться Сложно Даже Опытному Психологу Боль Просто Так По Мановению Волшебной Палочки Не Пройдет Нужно Время И Добрые Теплые Слова Мудрого Человека Который Поможет Принять Произошедшее И Продолжить Жить Дальше Четвертым Нужно Что-то Сделать Со Своей Психологической Травмой Которая Мешает Полноценно Жить Решать Такие Задачи Должны Весьма Опытные Психологи Которые Много Что Видели В Своей Практике И Могут Спрогнозировать Варианты Развития Судьбы Пришедшего К ним Человека В дальнейшем Для Пятых Серьезная Проблема Является Отклонение В развитии Личности И Психологические Дисфункции Такие Задачи Под силу Хоть Как-то Решать Очень Опытным Психологом Хорошо Знающим Клиническую Психологию Седьмые Нуждаются В решении Проблем Отношений С детьми В семье С окружением И так далее Тут Помогают Грамотные Консультации Вместе С обучающим Подходом Семинары Тренинги И психологические Курсы Восьмые Хотят Получить Мощный Толчок В саморазвитии И перейти На новый Уровень Личностного Роста Здесь Тоже Помогает Обучающий Подход Опытные Наставники Хорошо Помогут И седьмым И восьмым Девятые Приходят С разного Рода Зависимостями Алкоголь Азартные Игры Наркотики И многое Другое В данном Случае Существует Множество Программ Реабилитации Где им Обязательно Как-нибудь Помогут Программы Могут быть Хуже Или Лучше Немало Зависит От личностного Контакта С теми Кто ведет Эти программы Десятые Отчаиваются Из-за Повторяющихся В их Жизни Ошибок Они Чувствуют Себя Потерянными И Блуждают В омуте Заблуждений Таким Людям Нужно Помочь Обрести Себя И свой Путь Найти Цель И смысл Жизни Данного Рода Задачи Под силу Только Элити Среди Психологов Которые Умеют Видеть И понимать Индивидуальные Особенности Человека Чтобы Их Раскрыть И Активировать В русле Максимально Эффективного Способа Самореализации Здесь Ни о каких Шаблонах Даже Речи Ити Не может Так как Каждый Человек Уникален И у него Своё Предназначение Одиннадцатые Приходят С неврозами Паническими Атаками И другими Психологическими Расстройствами Только Очень Знающие Психологи С огромным Опытом Смогут Им Помочь Двенадцатые Приходят С какими-то Другими Проблемами Которые Компетентный Психолог Должен Понять И Либо Сам С ними Справиться Либо Перенаправить Нуждающегося В помощи Человека Кому-то Из своих Коллег Который Лучше Поможет В решении Проблемы Все Начинающие Психологи Проходят Длительный Этап Профессионального Становления В начале Им кажется Что главной Фигурой Психологического Консультирования Являются Они Сами Мол Я тут Мудрый Филин И мое Время Стоит День Если Выступающий На сцене Артист Считает Себя Главным То Он Плохой Артист Потому Что Главное Это То Что Чувствуют Зрители Что Происходит В их Душах И С чем Они Выйдут После Концерта Только Опытный Психолог Начинает Понимать Что Главное В процессе Психологического Консультирования Это То Что Произойдет С клиентом Что Тот Для себя Поймет И Откроет Какие Новые Цели Поставит Перед Собой И Как Внутренне Изменится Направленность На клиента Дается Очень Непросто Как Бы Многие Психологи С Пафосом Знатоков Об этом Не Рассуждали По Настоящему Вовлечься Во внутренний Мир Другого Человека В его Личные Интересы И Переживания Крайне Сложно Мешает Этому Обычный Человеческий Эгоцентризм Врут Те Кто Утверждает Обратное Чтобы Действительно Глубоко Погрузиться В то Что Происходит С другим Человеком Нужно Воспитать В себе Личную Заинтересованность В кардинальных Изменениях К лучшему В судьбе Других Людей Такая Мотивация Собирается Годами И По Крупицам Морали И Нравственности Здесь Будет Мало Решая Проблемы Других Людей Психологу Надо Научиться Что То Важное Делать И Для Себя Через Этот Процесс Играть Роль Ангела Хранителя Не Значит Им Быть Все Опытные Психологи Прекрасно Знают Что Проблемы Другого Человека Словно Вирус Проникают В душу И Его Бывает Трудно В себе Преодолеть Реальная Опасность В том Что Если Психолог Вживаясь В проблему Клиента Не Знает Как С ней Справиться Если Б Он Был На И Давать Ростки В нем Самом По Этой Причине Многие Психологи Частично Теряют Адекватность Или Прячутся В Якобы Профессиональный Цинизм Отдаляясь На Безопасное Расстояние Мол Если Со мной Не Произошло Значит Не Мои Проблемы Другие Защищаются Чужими Методами Работы Используя Стандартный Подход И Не Беря На Себя Ответственность Многие Так Вообще Занимаются Батюшкиной Психологией К ним Приходят С Реальными Проблемами Разного Рода А Они Дают Десяток Другой Морализованных Советов По Тому Как Правильно Жить С чем Бы К Батюшке В Церковь Не Пришли Тот Однозначно Скажет Что Надо Причаститься Покаяться И Так Далее И Только Элита Среди Психологов Понимает Что У Каждого Человека Свой Особый Путь И Они Должны Помочь Его Найти Причем Найти Обязательно Такие Психологи Вместе С Клиентом Проживают Его Проблемы Находя Нестандартные Решения Они Каждый Раз Проживают С Новым Клиентом Еще Одну И Какую-то Совсем Другую Жизнь Пусть На Небольшом Отрезке Такие Психологи И Есть Истинные Иерофанты То есть Элита Профессии Иерофантом Конечно же Может стать Не только Психолог По профессии Но суть От этого Не изменится Иерофант Помогает Человеку Найти Своё Предназначение А значит Путь Внутренних Трансформаций Которые Приведут Его К полноценной Самореализации Что именно Будет делать Человек В своей Жизни И какие Конкретно Цели Будет ставить Перед собой Не столь уж Важно Главное Чтобы он Внутренне Эволюционировал И достиг Вершины Самого Себя Друзья Напоминаю Что заказать Колоду Таро Креатор Фатум А также Сувенирную Продукцию Это Металлические Брелки И Керамические Кружки С изображением Арканов Вы можете По телефонам Которые Видите На Экранах А также Попробуйте Демо Версию Урока Практики Прямые Порталы Креатор Фатум Для Этого Пишите В комментариях О своем Желании Или Сразу Нам На Ватсап Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...